Всех приветствую на канале Мехо. Игра Блэсс Онлайн может теперь похвастаться не только двумя титулами игра года, но также и двумя титулами провал года. А именно так можно назвать то, что мы увидели 28 числа и ситуация особо не хочет изменяться в лучшую сторону и я думаю она будет изменяться только в худшую. Разработчики игры Блэсс Онлайн, Niavi Studio провели шикарнейшую рекламную кампанию, всем бы надо брать пример с них. Об этой игре узнали практически все, все считали что это игра 2018 года, все забыли что она когда-то провалилась в России. Разработчики купили стримеров и соответственно ажиотаж был просто огромнейший. Но кое с чем разработчики все-таки просчитались. В отличие от корейских игроков, хотя здесь наверное не стоит их впутывать, я не в курсе, поэтому говорю в отличие от русских игроков европейцы не жрут говно и начинают прямо высказывать, что им не нравится. А недовольны они были очень многим. Нельзя было зарегать вообще персонажа на определенном сервере. Серверов было изначально мало, поэтому выбор был маленький. Половина ваших друзей пошли на один сервер, а вам нельзя идти на этот сервер. Вам нельзя регистрироваться за определенную фракцию, в общем список огромный. И это я не говорю про то, что некоторые даже не смогли в принципе зайти, а разработчики даже не сказали как решить эту проблему и только вот сегодня я случайно в дискорде увидел от какого-то левого чувака подсказку как решить проблему и как дойти до выбора серверов. Эта проблема заключалась в том, что многие зависали на загрузочном экране и не могли дойти как раз до менюшки с выбора серверов. И оказывается надо было после второй надписи Neavis Studio много-много раз нажимать кнопочку escape и тогда вы как походу пропускали какой-то процесс, он не зависал и могли пройти дальше. В общем это полнейший бред и ну соответственно вы сами понимаете, что так не должно быть. А после прохождения этого босса под названием загрузочный экран европейцам и американцам пришлось столкнуться с такой странной вещью как отсутствие совершенно какой-либо оптимизации фпс 10, 20, 15, 5 в городе в общем невозможностью играть. И что вы думаете, может быть разработчики быстренько решили эту проблему, дали какие-то настройки конфига игрокам, чтобы у них улучшилось качество игры? Хрен там! Пришлось в реддиты искать какие-то старые настройки с русских серверов, от какого-то русского игрока, где надо было что-то поменять и тогда фпс действительно повышался. То есть получается разработчики знали об этой проблеме и вместо того чтобы что-то улучшить за целый год они нихрена не сделали. В итоге конечно многие игроки начали возвращать деньги, потому что некоторые не могли просто зайти в игру, некоторым невозможно было играть на их средних компах в эту игру и в целом можно было бы сказать, что это позор, но на самом деле ожидаемо. А я очень доволен, потому что многие игроки наконец-то задумались, а некоторые уже поняли, что локализаторы не всегда виноваты, зачастую вообще не виноваты в том, что игра провалилась. Локализаторы, в частности 101 xp, конечно виноваты в том, что они относились к игрокам как к говну, да, но это только на форуме и соответственно в группе вконтакте. В игре же абсолютно всю власть имеют разработчики, они отвечают за донат, за контент, за оптимизацию, за сервера и за все остальное, поэтому когда вам игра не нравится, вы должны понять, что вам не нравится, игра или то, как ведут себя локализаторы. Это разные вещи и соответственно не надо показывать себя необразованным. И возвращаясь к разработчикам и проделанные ими работы, давайте посмотрим банально на арт, который был при русской локализации и при нынешней стимовской. Прям вот разница заметная, найдите 10 отличий. Соответственно всех обещания, то что каждые три месяца будет новый контент, мы будем делать вот то, сё, пятое, десятое, наверное можно про это забыть. Если они не могут исправить за один год основные проблемы игры, то о чем говорить в будущем, что они будут еще только придумывать, то есть они не знают всех подводных камней этих проблем. Они будут, ну в общем, даже не надо продолжать. Вы сами понимаете, что будет только хуже и те, кто не купили игру или раздумывают, стоит ли идти туда или не стоит. Вот лично от меня совет, ждите. То есть, отложите ее в далекую куда-нибудь ящик, там засуньте, не знаю, под матрас. Нет, под матрасом лежат важные обычные вещи, поэтому просто куда-нибудь закиньте далеко и может быть когда-нибудь игра станет хорошей, адекватной, что можно будет в нее играть. Но я думаю, это никогда не произойдет. В проблемах игры можно говорить долго, но я не вижу смысла, потому что самое главное, я уже сказал, прогресса мы за год вообще не увидели, ни в плане какой-то нового геймплея, ни в плане оптимизации, то есть игра стоит на месте, а мы знаем, что она закрылась не просто так. Поэтому здесь я, наверное, заканчиваю видео, вы можете посмотреть стримы, как я играл, сделать уже для себя сами выводы. Спасибо за просмотр, делитесь комментариями, всем пока!